В республике прошел очередной рейд Баху с 30 экипажей ГИБДД совместно с сотрудниками уголовного розыска и наркоконтроля выявляли нетрезвых водителей. С подробностями наш корреспондент Адам Абазов. Останавливаться водитель Ниссана явно не собирался. За несколько минут до погони хозяины иномарки отстранили от вождения заезду в нетрезвом виде. Однако нарушитель под предлогом того, что хочет забрать из салона документы, вновь сел за руль и попытался скрыться. Правда, безуспешно. Нарушителем оказался 20-летний житель Владикавказа. За гонки по трассе ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. Всего же с начала года автоинспекторами задержано около 50 людей выпить за рулем. Большинство из них выявили в ходе таких профилактических рейдов. Сниженное количество ДТП на территории республики с участием нетрезвых водителей. У нас таковых было 11 с начала года, в результате которых один человек погиб и 14 пострадало. И, ну, помимо этого, все-таки, ну, наверное, все жители республики видят, что все чаще водители, участники дорожного движения, которые употребили спиртные напитки, обращаются к услугам такси. На самом ли деле автовладельцы осознали всю меру своей ответственности или просто, приняв на грудь, выбирали окольные пути, сказать трудно. Но за первые пять часов рейда в Нальчике не было задержано ни одного нетрезвого водителя. Впрочем, без работы полицейские не остались. Была остановлена автомашина под управлением жителей Ингушетии, от которого поступило устное заявление о том, что неделю назад его сестра с двумя несовершеннолетними детьми ушла из дома и до сих пор неизвестно местоположение ее. Последний раз пропавших видели на междугороднем автовокзале Нальчика. С помощью камер видеонаблюдения удалось определить номера такси, которым воспользовалась женщина. Автоинспекторы перехватили нужную машину, а водитель вывел оперативников уголовного розыска на конечный адрес. Беглянка добровольно согласилась отправиться домой. Отчаявшись, решил просто чисто обратиться за помощью, как крик дыши. И был поражен настолько все оперативно. Отнестись гуманно к моей проблеме. И очень даже в течение полутора часа мой вопрос был решен. Я очень благодарен ребятам. Полицейским еще предстоит выяснить причины, побудившие мать двоих детей пойти на такой шаг. Сам жереть завершился после полуночи. В районах его результаты не столь радужные, как в Нальчике. По республике выявлено 28 нетрезвых водителей. Еще 32 автомобилиста передвигались без прав. В ближайшее время им придется пополнить ряды пешеходов. Адам Абазов, Марат Атруков, Вести, Кабардино-Балкария. Адам Абазов, Вести, Кабардино-Балкария.